Сегодня в правительстве республики делали прогнозы о социально-экономическом развитии Карелии в 2018 году. При этом не раз звучало слово «инвестор». Видимо, без инвестиций в завтрашний день не войти. Что ожидает республику в завтрашнем дне, узнала Юлия Кучеренко. За правительственным столом новое лицо. Председателем Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии назначен Дмитрий Кондрашин. Сообщается, что Кондрашин закончил лесоинженерный факультет нашего университета. Работал в органах исполнительной власти. Еще один новый министр экономического развития Дмитрий Матвеец планирует по итогам года увеличение инвестиций в республике на 3 миллиарда рублей. В первом полугодии, стоит отметить, 2017 года сохранилась положительная динамика в части привлечения инвестиций. И в сопоставленных ценах инвестиции увеличились на 10,3%. О необходимости привлекать инвесторов говорил еще один министр сельского хозяйства Владимир Лабинов. По его словам, сельское хозяйство Карелии в стагнации, за исключением области аквакультуры. Более того, в этом году темпы падения объемов производства сельхозпродукции высоки как никогда. Для того, чтобы изменить ситуацию в агропромышленном комплексе, необходимо привлекать инвесторов. Для того, чтобы привлекать инвесторов, нужно инвесторам не декларировать меры поддержки. Нужно представить утвержденные направления государственной поддержки с утвержденными лимитами, которые бы побуждали или провоцировали принятие решений в сторону вхождения с инвестициями в республику. Для этого, по словам Владимира Лабинова, на поддержку агропромышленного комплекса республики необходимо выделить 715 миллионов рублей. В бюджете запланировано 348 миллионов. Над расходной частью после выступления Лабинова обещали поработать. Что касается в целом бюджета на 2018 год, он планируется бездефицитным. На социальную сферу предлагают направить 68% общего объема расходов. Расходы на оплату труда бюджетников предусмотрены с учетом повышения оплаты труда. Объем средств на это сейчас уточняется. Он станет известен после распределения между субъектами России дотации из федерального бюджета.